Французы, известные шутники и затейники. Кстати, и в автомобильном дизайне тоже. Удивительный Peugeot 402 появился на дорогах Европы почти 80 лет назад, в сентябре 1935 года. Аэродинамически абсолютно не похожий на своих ровесников автомобиль настолько необычен, что хочется потрогать его руками. Почему-то принято считать, что хэтчбеков в те годы не существовало. Тогда посмотрите сюда и скажите мне, что же это такое? Кормовая двухстворчатая стенка открывается полностью. Если сложить диван, получится объемистый грузовой отсек с абсолютно ровным полом. Широченная задняя дверь позволяет не только попасть вовнутрь, но и внести какой-нибудь негабарит, например, детскую коляску. Вырезы крыльев закрыты аэродинамическими щитками, но самое интересное здесь, конечно, спереди. Покатая облицовка из хромированных прутьев прикрывает не только радиатор, но и фары и аккумулятор. А вот посмотрите сюда. Дыркой для заводной ручки служит ноль, в цифре 402. А поверх решетки выступает голова пижовского льва. Бампер тоже необычный, похож на раскинувшую крылья чайку. Кузов закреплен на прочной раме. Задний ведущий мост, балка на продольных рессорах. Спереди двойные рычаги и две поперечные рессоры. Капот традиционный для тех лет двухстворчатый с центральной петлей. Фиксируется поднимающимися упорами. Под ним довольно короткий четырёхцилиндровый бензиновый мотор. Его конструкция совсем не архаична. Верхние клапаны, карбюратор падающего потока. С двух литров объёма снимали около 60 лошадиных сил. Прибор один огромный, круглый, на нём несколько шкал. Спидометр с двумя одометрами, общим и дневным. Амперметр, датчики бензина и давления масла. Даже часы имеются. По центру множество разных переключателей и дёргалок. А вот это слева, знаете, что такое? Похоже на кронштейн для зонтика, но на самом деле это противоугонный замок руля. Своего рода кондиционер. Поднимающаяся половинка лобового стекла. Класс. Конечно, ничего экстраординарного в его походке не чувствуется. Он просто едет. Едет хорошо. А нет ли главное качество транспортного средства для серьёзных и солидных людей? После выпуска 75 тысяч машин в декабре 41-го года производство остановили. Скорее всего, причиной стала Вторая мировая война. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...